Поэтому у них появляется пузо, от которого иногда они отлетают обратно к компьютеру. Обычные эффекты, зато можно стримить в 7.24. Можно, но не нужно. Что же, что же делать? Ладно, нужны военные технологии, я так понимаю. Хотя, с другой стороны, способность шпиониться флотами системы больше кораблей, и это что нам даст? 100% бонус торговых путей. Ладно, давайте попробуем еще немножко пробусить торговлю. Етаж нам не нужна нигде, правильно. По-моему, правильно. Серж, 3, там еще планета слева от бани. А, да-да-да-да, есть там совершенно маленькая какая-то планета, то ли лавовая, то ли астеродный пояс, что-то в этом роде. Так, а что у нас здесь? Плазма-генератор, позволяющий стереть все с лица планеты. Ладно, давайте все-таки немножко улучшим еще технологии защиты. Эту технологию не буду исследовать, она нафиг не нужна. Убрать. Бани готова. Так, кстати говоря, почему у меня долгие сезоны вот здесь не убраны? Если я уберу эту аномалию, то у меня будет исключительно плюсы. А, нет, нет никаких эффектов. Ну ладно, нет никаких эффектов лучше, чем минусы, правильно? По-моему, правильно. Больше здесь мне ничего не удастся выжить, а вот защитников нужно как-то модернизировать, вернее, заразителей. Так, кстати говоря, а раз у меня планета под осадой, могу ли я посмотреть, что там ее осаждает? Нет, к сожалению, флот врага я не могу посмотреть никогда. Для этого нужна опять же специальная технология, позволяющая шпионить в системе, которую я еще, конечно же, не исследовал. Так, ну да ладно. Изменяем корабль тогда, как можем. Тоннаж увеличился. Появился спецмодуль на тоннаж. Тоннаж еще больше увеличился. Серж, на АУВе спутник построй. На АУВе. Окей, сейчас. Так, давайте сначала только с этим закончим, потом будем строить спутник. Забавно, у меня же есть щиты. Но, судя по всему, нужны разные типы защиты. Поэтому давайте иметь что-то и от кинетики. И от ракет. Вот так как-то, да? Ну и, соответственно, чтобы пулять не только ракетами. Хотя, на самом деле, давайте-ка будем делать так. Так, будем иметь, например, большой ракетный корабль. Вот этот. А в качестве... В качестве кинетических нападателей прогрейдим уже известных нам защитников. Да, давайте так и сделаем. Применим. Так, кого мы можем улучшить? Вот эти ребята сидят в системе. Их можно модернизировать. Заразитель тут есть один. Дорого, конечно, но нужно. Так, здесь у нас тоже заразитель, но его уже не улучшить, потому что денег уже не хватает. Ну да ладно. Так, где у меня... Где у меня парень с заразителем в руках? Хотя, с другой стороны, все равно тут 1400 боевая мощь, а тут две слишком. Нам потребуется быть крайне аккуратным. пробраться окольными путями через низ на бане и только оттуда переходить во что-то более... более важное. Так. Это сделано. Нужно еще колонизировать вот эти планеты. А, это нельзя колонизировать. Тут еще электромагнитные излучения. Ужасно. Ну, зато вот эту можно колонизировать. Так, а что он дает та, которая нифига не нужна? Уничтожение планеты. Серж, на Авве спутник построить. Да-да-да-да-да. Так, Ава. Ава, Ава. Где Ава? Что такое Ава? А у меня не А. А Ува? Какой-то спутник построить. А, спутник? Окей. Спутник сейчас сделаем. Спутник. Зона влияния. Окей. Будет-будет. Дети будут. Дайте срок. Будет вам и спутник. Заразитель. Только создался, скотина. Ладно. Тогда, соответственно, будем грейдить эту систему. Полая планета. Больше жителей. Больше науки и песка. Так, довольство нужно поднять. Крохотная планета есть. Соответственно, это будет плюс два жителя на крохотной планете. Это хорошо. Но сначала вот эти штуки тоже нужно построить. Потом можно и вот эту. Так, создаем заразитель. Это был фейтон. Соответственно, мы решили кооперироваться на бани. И погнали тогда на баню. Отсюда нафиг. Бундус закончил... Закончил колонизацию вот этой штуки. Строй вот это. Теперь нет специализации. Очень много деталек теперь тут будет происходить. Но нам-то нужно еще и всячески гиду здесь пробустить. Потом еще детали. Потом колонизировать вот эту планету. Да. Так, погнали. Те, кто еще не долетался. Например, ты. Заразитель. А куда делся опять же... Опять же пират. Непонятно. Давайте заблокируем-ка вход и выход из этой системы. И это возразитель тоже поставим на блокировку. Ну а на павлине... А на павлин давайте попробуем... Что мы здесь делаем с ним? Нет специализации. Что у нас Арктика? На Арктику эта штука нам ничего не даст. Это плохо. Зато вот эта штука даст на Арктику. Эта штука даст немножко на Арктику. Ну давайте, ладно. Пусть будет наука. А че ты горбис не заселишь? Не успел еще. Не успел. Здесь у меня не такой быстрый рост населения, поэтому... Хотя ладно, давайте быстренько построим один распространитель. Отправим ее на горбис, действительно. Чтобы уж не иметь потом никаких осложнений с этим. Или у меня уже где-то строится распространитель? Нет. Давайте прощелкаем. Здесь нет. Здесь заразитель. Все в порядке. Так, почему ты-то у меня до сих пор не прыгнул? А, ты еще не готов прыгать. Ты еще не умеешь. На лавой планете заселяй лавы... На павлине лавой планете. С них производства много будет. Да, понятное дело, что повсюду будет много производства. Важно сейчас другое. Чтобы там жители подросли, которые будут это производство делать. Какой смысл в производстве? Если... Так, распространитель нам больше здесь не нужен. Колонизировать мы здесь ничего не можем. Соответственно, пускай у нас будет больше пыли производиться. Потому что, если я не ошибаюсь, с пылью у нас все не слишком гладко. Зато на бане все радуются. А, на бане у нас психотропный газ, поэтому все такие счастливые. Восторг! Восторг на бане. Жаль, что нельзя... Нельзя контролировать налоги на каждой системе в отдельности. Нерод. Нерод, Нерод, вот он. Нерод. Здесь еще одна не колонизированная планета. Еще одна не специализированная планета. Хотя эту крохотную лаву колонизировать-то даже как-то. Хотя нет, ее на самом деле нормально будет колонизировать. Никаких проблем будет, просто дополнительный выход инструментов. Ну и довольство нужно поднять. Так. Пиратского корабля я так и не выявил в системе. Фух. Этот парень. Ага, вот она. Шикарно. Гляньте, какой малец нарисовался. Но теперь у меня заразитель второго уровня. Щиты у него уже имеются достаточно неплохие. Надеюсь, что выдержит. Надеюсь, что выдержит. А, стоп. А они чем вооружены, эти местные пираты? Исключительно-исключительно кинетика. Ну, на всякий случай мы можем поставить магнитное поле. Эффект отражателей. Хотя отражатели-то, если я не ошибаюсь, стоп. Отражатели-то первый тип. Да, как раз то, что нам нужно. Вот. А дальше уже можно выставлять, соответственно, нападение. Ну и посмотрим. По крайней мере, хоть корабли, хоть как-то подтренируются. Но вообще, сейчас мне уже нужно как-то переходить к обеду. Я голоден. Возможно, позже я вернусь еще раз. И сегодня, чтобы продолжить наши наступления на вражеские позиции. Хотя мне нужно побеждать дипломатией. Так, шикарно. По крайней мере, их разгон оружия мы пробили. Побили, вернее. Надеемся, что наши щиты выдержат. Вот, вот, выглядите, мой суперкорабль. И они все сконцентрировали огонь исключительно на нем. Ох ты, господи. Это что же, он все равно такой слабый оказался? Так, и вторую карту их мы побили вполне успешно. Разогнав свое оружие. Но, что-то мне подсказывает, что защитника мы опять рискуем потерять. Вот, торпеды, наконец, пришли. И гляньте, как входит во вражеский флот, уничтожив просто в хламину кораблик. И последний разгон оружия против их защиты им не поможет, разумеется. Да, победа. Нашел время время обеда, час ночи же. Это у вас час ночи, а у меня два часа дня. Самое время для обеда, я считаю. На самом деле, время для обеда, самое время для обеда было час назад, но... Так, уровень героя получен. Замечательно. Что мы теперь можем? Мы теперь можем либо увеличить скорость флота, либо наращивать защиту. Давайте увеличим скорость флота, нам нужно быстренько перегруппироваться все-таки. И на следующем ходу я надеюсь, что этот перк уже вступит в действие и мы доберемся до бани в обход заблокированной аувы без проблем. Кстати говоря, ауву покинули наши противники, немножко постояли, подумали, сказали, а, ну нафиг, и ушли. А мы тут спутнички строим. О, наконец-то! Наконец-то бани присоединилась к нашей системе. Гляньте, какой сразу охват территории стал. Нужно бы на бане, раз тут все так хорошо, построить еще один распространитель на следующем ходу, потому что завоевать вот этот ремор нужно до того, как это сделают наши синенькие друзья. Правильно я говорю? По-моему, правильно. Так, здесь у нас все вроде верно. Веран закончил распространители. Замечтательно. Распространитель. Распространяйся на горбис. Так, какие еще изменения нам нужно сделать? Наос. Наос перешел к накоплению пыли. Пускай, пускай, допустимо. Все равно тут больше делать особо нечего. Так, синий уже не смог колонизировать на своей территории. Синий что уже не смог колонизировать на своей территории? Ничего не понял. Ну да ладно. Так. Но на этом я думаю я на сейчас закончу. Поблагодарю всех за просмотр. Пожелаю тем, кто уходит спокойной ночи, тем, кому не спится. Скажу до новых встреч. Возможно увидимся через несколько часов. Но там как пойдет. Мне еще дела нужно кое-какие поделать. Так, у тебя еще Кионос не колонизировано. У меня много еще чего не колонизировано. Но Кионос это путь в мою галактику. Он более-менее прикрыт. А вот Ремор это путь в галактику противника. И его как бы нужно забирать себе. Тот, кто контролирует МИД, мне кажется, будет контролировать все. Империя, кстати говоря, так и не смогла прогрессировать в сторону Галилео, что означает, что контакт мы с ними выбрали правильный. Так, в зоне твоего влияния не колонизировать другим. Перевод. А, вот оно что. То есть Ремор они не смогут колонизировать Ремор, так как он в зоне моего влияния. Очень интересно. Прямо очень интересно. Чем больше играю, тем больше узнаю. Наверное, так и должно быть. Так, ну это шикарная планета просто вообще. Здесь все растет, все развивается. Так, ладно, все. На этом я говорю всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Если вам понравилось, приходите еще. Буду рад вас всех видеть. А пока, всем пока. субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok.